Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Извините за долгое отсутствие. Сегодня, наконец, я собрался с силами и нашел свободное время, чтобы снять это видео. Значит, о чем будет видео? Все, наверное, видели ролик на YouTube, где между мощными ультразвуковыми излучателями подвешивали разные предметы, типа жучков, воду, шарики-пистолетов. Я постараюсь сегодня повторить этот эксперимент, но на более дешевых и доступных компонентах. Ожидать чего-то сверхъестественного от этого Левитрона не стоит, но я думаю, шарики из пенопласта все-таки будут лимитировать ультразвуковых волнах. Для сборки Левитрона мне понадобится два ультразвуковых передатчика. Для этого я разберу два ультразвуковых дальномера. И выпаю из них головки с буквой Т. Буква Т – это от сокращения слова «трансмиттер». По-русски это будет «передатчик». В качестве 40-килогерцового генератора будет служить Ардуино. В принципе, Ардуино можно использовать любую. Я буду использовать Ардуино Нано. Можно также использовать генератор на NE555 микросхеме, но учитывая то, что в основной аудитории таких генераторов нет, то все же я остановлюсь на Ардуино. В качестве усилителя для пьезоизлучателя я буду использовать самый дешевый драйвер двигателей. Конечно, можно было бы использовать транзистор самый маломощный, но учитывая то, что при использовании транзистора тогда понадобится питание 24 вольта, это накладывает определенные ограничения. Для того, чтобы понять, как работает ультразвуковая левитация, нужно представлять, что такое звуковая волна. Звуковая волна состоит из двух полуволн – положительной и отрицательной. Положительная полуволна – это зона сжатия воздуха, а отрицательная волна – зона разрежения. На практике это выглядит так. Диффузор динамической головки от положительной волны движется наружу, и создает зону повышенного давления. Когда отрицательная полуволна его заставляет двигаться вовнутрь, то создается зона разрежения. По мере отдаления звуковой волны от динамической головки, ну или от источника звука, мощность этих волн теряется. Если, например, на звуковую волну какого-нибудь источника положить пенопластовый шарик, то волна его начнет двигать, ну в итоге потом мощность волны начнет падать, и шарик откатится на какое-то расстояние от излучателя и остановится. В итоге мы подошли к самому интересному – к стоячей волне. Стоячая волна образуется при сложении двух встречных волн. Ну, они обязательно должны быть одинаковой частоты и совпадать по фазе. Если обычная волна теряет свою мощность в процессе распространения в пространстве, то стоячие волны на небольших расстояниях образуют узлы с примерно равной мощностью. Как я сказал ранее, этот эффект достигается за счет наложения двух разнонаправленных волн. На изображении серым цветом выделены зоны пересечения встречных звуковых волн. Собственно, вот на этих зонах и могут левитировать какие-то предметы. Многие могут спросить, почему ультразвуковые. Но ультразвуковые просто потому, что длина волны у них достаточно маленькая. И, собственно, для достижения эффекта можно не использовать мощные звуковые головки и усилители. Я думаю, в звуковом диапазоне будет не очень приятно находиться рядом с динамикой, которую дико вяжет. Как посчитать длину волны? Нужно скорость звука разделить на частоту. В моем случае частота 40 кГц. В итоге получилось 8,5 мм. Это длина волны. Соответственно, расстояние между излучателями можно изменять, но оно должно быть всегда кратным в длине волны. И измерять нужно непосредственно от самого диффузора излучателя, а не от сетки. На подробное описание схемы скетча я под видео разместил ссылку. Так что, кого интересуют подробности, прошу перейти по ссылке в блог. И там можете задать вопросы. Ну, а теперь, собственно, без комментариев. Сама магия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!